МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Ирина Потихина. Здравствуйте! И вот и некоторые темы выпуска. Впереди День труда, как Ноябрьск будет отмечать 1 мая. Какова она, Белоруссия на вкус? На Холмогорском месторождении прошел День национальной кухни. И все на субботник в канун Дня труда с лопатами и мешками на городские улицы вышли представители администрации. Почти тысяча квартир для ямальцев введены в эксплуатацию по программам Фонда жилищного строительства с начала года. Эти данные сегодня приводит правительство округа. В эксплуатацию введено почти 43 тысячи квадратных метров жилья. Это 879 квартир. Таким образом, ввод в эксплуатацию нового жилья в настоящее время значительно превышает темпы ввода прошлого года. Руководство округа отмечает, что хорошими темпами ведется строительство в Муровском районе и Ноябрьске. Так, например, в нашем городе досрочно сдан дом на 23 квартиры. С 9 мая этого года увеличиваются сроки для добровольной уплаты административных штрафов с 30 до 60 дней. Это предусмотрено изменениями, которые внесены в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, тем же законом от 3 до 10 суток увеличивается срок, в течение которого сотрудники госавтоинспекции будут обязаны направлять постановление, штраф по которому не был вовремя уплачен, судебным приставом исполнителям для принудительного взыскания. Также изменится и ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок. Если в настоящее время она предусматривает либо двойную сумму, либо аресты до 15 суток, то с 9 мая в качестве третьей альтернативной санкции появятся обязательные работы до 50 часов. Сегодня заканчивается самая короткая рабочая неделя в этом году. Этот вторник, так сказать, взял на себя обязательства пятницы. 1, 2, 3, 4 и 5 мая, то есть со среды вплоть до следующего понедельника, мы будем отдыхать. Так страна отметит праздник весны и труда. Что касается празднования Дня Победы, то 6, 7 и 8 мая будут днями рабочими, а 9, 10, 11 и 12 мая страна снова уйдет на короткие каникулы. Сегодня, что собственно актуально, в канун Дня Труда сотрудники городской администрации вышли на традиционный субботник. Жанна Белотская в числе первых. Не остался ни у дел и ни один из замглавы администрации. Мешками для мусора и граблями вооружились специалисты всех, без исключения отделов. Под прицелом городских властей оказалась территория в несколько десятков квадратных километров. Отправной точкой стало здание администрации, а самая отдаленная дорога в сторону аэропорта. Завтра праздник труда, и этот праздник символизирует действительно труд человека, участие человека в жизни нашей земли. И как раз актуально сегодня выйти на субботник, поддержать человека труда, поддержать нашу планету в хорошем, нормальном, чистом, санитарном состоянии. Мне хочется поблагодарить всех тех, кто сегодня вышел на субботник, тот, кто будет принимать активное участие в подготовке наших праздников, и поздравить всех наших жителей с замечательными праздниками, которые приближаются. Это с праздником труда весны и мая, 1 мая, с праздником Светлой Пасхи, и, безусловно, с праздником 9 мая. Пожелать удачи, счастья, благополучия, и пусть в жизни всегда все будет хорошо. А накануне глава администрации обсудила предстоящие праздники с руководителем местного отделения межрегионального общественного движения в защиту человека труда Владиславом Камышом. Этот праздник играет для общественников особо важную роль, поэтому план мероприятий был составлен задолго до начала праздника. 1 мая мы выходим в наши движения под нашими лозунгами, приглашаем всех жителей, всех работников. Будет шествие, будет у нас украшен автобус под защиту человека труда. Далее выпуск продолжит блок спортивных новостей. Муравленко стал первым городом за пределами Ханты-Мансийского округа, где провели очередной этап Кубка Югры по труфи-рейдам. Наши джиперы прошлые годы были настолько успешны на трассах соседнего округа, что в этот раз югорские экстремалы решили изменить традицию и приехали в Муравленко. Я хочу пожелать участникам соревнований, чтобы азарт, который бурлит в крови, голову оставлял холодный. Я хочу пожелать зрителям только хороших впечатлений. Ну и традиционный девиз любых состязаний – пусть победит сильнейший. Началось все с городского парка. Здесь состоялось открытие турнира. А до этого боевые машины были выставлены на всеобщее обозрение любителям автотехники. Далее вездеходы перебрались в соревновательный лагерь. Многие зрители поехали следом. Одни не теряли времени даром и устраивали себе обеденный перерыв, другие на радость зрителям, демонстрируя возможности своих проходимцев, разминались перед стартами. Как ни призывали организаторы муравленковских экстремалов выйти на старт, желание пополнить ряды участников среди хозяев так ни у кого и не возникло. Горожанам оставалось болеть за ближайших своих соседей из Ноябрьска. Благо те поддержали соревнования, выставив сразу три экипажа. А что вот о машине можете рассказать? Вот так вот, что здесь, изюминка какая? Да все как у всех. У всех все одинаково. То есть? Самоблоки, лебедки, колеса хорошие, все. Что еще надо? А вот муравленковские этапы, ну как вы думаете, все-таки будет тяжелый или не тяжелый? Как вообще, вы уже оценили? Тяжелый будет. Будет тяжелый, уверен. Так как ребята конкретные, которые это делают, участвуют тоже не первый год, будут делать хорошо. Муравей-трофи. Так организаторы из муравленковского клуба внедорожников вездеход нарекли соревнования. Смысл названия стал понятен уже по первому заданию. Цель – вершина сопки рядом с Зеркальным озером. Получился этакий муравейник из десятков машин, ползущих к гору. Сразу стало понятно, нахрапом высотку не взять. На радость к хозяевам соревнований первым с непростой задачей справился ноябрьский экипаж под номером 16 Сергея Крайнюка и Игоря Бугаева на прототипе. За что впоследствии их наградили еще и специальным призом. Забегая вперед, скажу, что именно эта команда и стала победителем рейда. Только ноябрьцам из всех участников удалось пройти все 62 точки. Многие сумели преодолеть лишь половину дистанции. Впрочем, судьи отмечали, стремление к победе у спортсменов было настолько велико, что они шли даже на то, чтобы запчасти на пострадавшие в гонке машины привозить за сотни километров из родных городов. Именно так поступили команды ноябрьская и Пурпен. Ровно через 24 часа после старта соревнования завершились. В самой простой категории автомобилей ТР-0, то есть стандартная машина без всяких изменений, победила команда Павла Маляренко и Евгения Туркина из Нижневартовска. В категории ТР-1 автомобили, где уже разрешалось ставить зубастые вездеходные шины и одну лебедку, сильнейшими стали представители Ханты-Мансийска Сергей Ганье и Ренат Кабаев. В ТР-2 здесь разрешалось устанавливать уже две лебедки, выиграли их Нижневартовские вездеходчики Илья Климовский и Александр Дроздов. В классе прототипов ТР-3 самых подготовленных машин, где правила не ограничивали выбор вооружения, повторюсь, победу праздновал ноябрьский экипаж. Добавлю, что у Муравленко состоялся второй этап Кубка Югры, следующий пройдет в мае в Радужном. Евгений Дегтяренко, Тимофей Сапильник, новости нашего города. Ну и в завершении о том, как ноябрьск отметит Первомай. В городе пройдет праздничный митинг, его проведет местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия». Начало митинга в 10 часов возле спортивной части культурно-спортивного комплекса «Ямал». И на этом у меня все, я желаю вам хороших праздников и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. Первого мая в Сарикарде без осадков. Ветер западный до 2 метров в секунду. Температура минус 1 градус. В Муравленко-снег. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Температура 2 градуса ниже нуля. В ноябрьские небольшие осадки. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура минус 1 градус.